Добрый день! Меня зовут Леонид, я пока временно проживаю в Америке. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Слава Богу! Я не против. Я спрашиваю. Я не против. Все, сейчас будем говорить. Я сейчас тут свет дам побольше, чтобы было. У вас-то хорошее, я грезу. Так, я слушаю, говорите. Брат Игнатий. Где-то в сентябре месяце мне во сне мы приснились во сне, но не очень ярко, но так человек с бородой. И мне целую ночь, смотри, смотри. И я утром проснулся и нашел ваш сайт на YouTube. И я все ваши, начиная от 27 сентября 1962 года, все ваши сайты, ролики, уже два месяца все бросил и смотрю с потеряюки. Ознакомился с вашей семьей, с вашими дружбратами, с сестрами, с Игнатием, вашим братом. И я вот думаю, зачем мне это все? Спрашиваю своего дядька, он меня радиопроповедник, преподает семинары духовные, в Украину ездит 20 уже лет подряд. Я говорю, знаешь ли Игнатия Лапкина? Нет, не знаю. Спрашиваю других, нет, не знаю. Я ему говорю, посмотрите православный... Говорите, говорите, я слушаю. Я ему говорю, посмотрите православный форум Игнатия Лапкина. Это гигант православия в России, сучасный. Именно Бог его избрал, и слава Богу, что есть такой человек. Очень многим рекомендую, своим знакомым, потому что я видел, что такое православие настоящее в моем городе. Я живу в Ровного городе, в Украине, и вижу, что творится. Нечистота, идут в церкву, причащаются. Короче, гнилье. И я вот думал, думал, размышлял. Когда услышал, что я каждую ночь смотрю, в вечер слушаю Ярлопейский. Он друг моего дядька. Знаете такого проповедника, Ярлопейский? Конечно. Миллионы для русских. Для миллионов, для русских. 1500 радиопередач. Я смотрю. Я в третьем поколении пятидесятник. Мой дед был православный. Но когда он увидел, что творится православие, и когда с Америки приехали проповедники, и вот он принял пятидесятницу. Брат Игнатий, у вас есть такая книжка? Вы знакомы с такой книжкой? Нет, такой у меня не было. Это просила Россия дождя у Господа. Здесь написал ее пастор Владимир Франчук. Это начинается история пятидесятницкого движения в России, в Украине. А вы знаете, брат Игнатий, такой Игнатий Иван Воронаев? Да. Вот. Это история про него. Есть в Ютьюбе хорошая проповедь его про Ивана Воронаева. Он из Нью-Йорка с пяти детьми. Ему Бог сказал, едь в Советский Союз. Это было в двадцатых годах. Как вы, брат Игнатий, считаете, Бог ему это сказал и что-то другое? Он бросил все в Америке, все было получше и поехал в Россию. И там его расстреляли в тридцать седьмом году. Видите как? Если мы начинаем на что-то другое обращать внимание, кроме Слова Божия, то на каком-то этапе доказательств нам все равно нужно будет обращаться к Нему. Поэтому, когда я беседую, главное, чтобы мы верили тому, что Дух Святой изрек Святой Библии. Притом 77 книг, не 66. Далее. Я православный. Я обратился среди пятьдесятников. То есть, Евангелие получил. Как обратился? Я с детства... Простите, я всю историю знаю вашу. Вы много раз рассказывали. Вот. Если толкует что-то вопреки святых отцов с первого века, то я никак этого принять не могу. Потому что дальше идет совершенное разногласие где-то. И вот там, в городе Венсполсе, я сразу увидел, какое разнообразие разных сект. Они не признают троицу. Назывались единственники, именники. Крестить только во имя Господа Иисуса Христа, не во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ну, что там свидетели Иеговы, адвентисты седьмого дня, литеране и католики. Я лично с первого дня буквально со всеми познакомился. А работал на корабле. Попутно по литературе стал исследовать, что такое мусульманство, буддизм, катфуцианство, дацизм, все. Ну, мне Господь дал память и все это посмотрел. Я увидел, единства нигде нету и доказательств по Библии нету. Христос основал церковь Сионской горницы. А лютер в 1517 году. А где до 1500 лет? Полторы тысячи лет, так куда дели? Они, я разговариваю с тетеранами, они начинают говорить, ну, у нас все по слову Божию. Ну, подождите. Вот давайте нарисуем. Как вы понимаете? Крестите детей? Нет. У вас крест у них есть, четырех, конечно. Это не так важно. Важно теперь самое главное, в церкви или нет. Вот вы верите, говорите от Мартина Лютера. А кто он такой? Монах. Да, монах. Он не епископ, никто. У него священного сана вообще не было. Монах. А он монашество принимал от кого? Ну, там, назвал там, какое священие, кто. Но он законный был. Он верил в это, да. Обещание давал Богу. Богу. Размонашился. Монашку совратил и шесть детей нажил. Это руководитель? Это основатель? Тут доказывать еще не надо. В самом основании блуд. На блуду церковь не основывается. Теперь я начинал беседовать с пенсиотниками. Скажите, а вот этот вопрос, как вы понимаете, с каких пор стали понимать? До Воронаева когда было? В какого момента? Ну, начинает туда. Ну, определенно. У меня литература, я показываю. Вот год. Вот, допустим, с администом. Я говорю, в 1814 году. В 21-м Елена Миллер так-то понимал. Дальше Елена Войт. Ну, а до 1841 года где они были? Ну, а мы с апостольских времен. Скажите, в 1-м веке кто так понимал? Во 2-м век, я беру не год, 3-й век, 4-й, ни одного нету, вы не можете назвать. Я верю по православному, и у нас изображение даже есть. Вот 1-й век. Игнатий Богоносец. А кто такой? Первый епископ города Антиохии. А кто он такой? Это тот ребенок, которого Христос брал на руки и говорил, таковы есть Царство Небесное. Его арестовали, в Рим отвезли, бросили львам и рви, его растерзали. И он оставил 6 посланий. Вы считали их? Нет. А он говорит, без епископа церкви нет. Я проверяю 14-23 Деяния апостолов, послания к Тимофею, читаю 1-5. Везде нахожу, никак без рукоположения нет. Если это не епископ, без всякого прикословия меньше благословляется большим. Я сразу в этом понял. Все сидели, интересно, вот так вот, за столом. И если вы считали, там мою биографию видели, как я увидел клеенка, на клеточке была разбита. Да, видел. Я думал, ну, если взять каждую клеточку, вот эту, год, но сегодня я у них там был, у них там было, допустим, 130 разных течений наименований, то есть ереси, динаминация, конфессия. Этих слов нет в Библии, это слово ересь прикрыл сатана. Скажите, вот здесь мы можем объединиться, вот на сегодня с вами с теми нет, но Господь для меня центральным стихом стало, сея с вами во все дни до скончания века. Я говорю, вы верите в это? Ну да, Христос не обманщик? Нет, конечно. Разрешите вопрос, брат Игнатий? Ну так я... много отношений. Если бы не было христианства, я был бы первый мусульманин. Я пять лет прожил в мусульманских крайних странах, я в них влюблен. Да. Знаете, 50-ки отвергают иконы, и я в этих изображений уважаю, шалую, ценую, величаю. Мне это нравится очень. Ну, например, мои пастора в церкви, что ты иконами имеешь дело? Я влюблен в это. Я в этих католиках, вот мне католическое четко, я в них влюблен. Мне нравится, как вы говорите, я с католиками никогда не спорю. Слава Богу. Брат Игнатий, один вопрос только вам. И потом, что мне Дух мой сказал мне, почему я вам звоню, я скажу минут позже. Скажите, пожалуйста, написано у Петра второе послание. У Бога один день, как тысячу лет. И тысячу лет, как один день. Человеку назначенному в жизни 70, большой старой 80. Если взять в один день тысячу лет, вот нашу 70-80 лет, сколько это под часу физически определить? Так здесь не буквально понимается. Поэтому считать математически, это легко высчитать. В течение пяти минут, сейчас только зарядил, разделил минуты, часы, можно сказать сколько. Тысяча лет никакого отношения к нашим годам не имеет. Это называется гиперболическое выражение мысли. И говорит, когда играли, то, говорит, холмы прыгали от радости. Никакие холмы не прыгали. И горы там, земля проседалась, и никуда она не проседалась. И Иордан повернул вспять. Он не поворачивал вспять. Это образное выражение. Образное. Тысяча отращает множество. Множество. В одном месте у Даниила написано, и многие из спящих в опрахе пробудятся. Но мы знаем немногие, все. Но все это и есть много. Тут противоречий нет. Понял. Брат Игнатий, у меня сеноидальная Библия. Да. Вот английско-русско-английско. Ага. Можно я вам прочитаю то, что мне Дух сказал, ради чего я вышел к вам на связь? Да, прочитаю. Дозволите? Да, пожалуйста. Ангелу Эфесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. И ты нашел, что они лжицы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не покайся. Аминь. Брат Игнатий, что такое первая любовь? Первая любовь толкует по-разному. Первая любовь самая большая, так сказать, к Богу. Вторая это любовь по-семейному где-то. Нет. А в данный момент, в данный момент, вот то, что я прочитал. Первая любовь, когда мы познали, что это. Кто это? Кому я отдаю любовь? Вот, допустим, мне вот это открылось, я на каждую букашку смотрю, Господи, как ты ее сотворил, какой листик. Все окружает меня, мое собственное устройство. Давид говорит, я дивно устроен, как нервы натянуты, слухожилия. И вдруг я узнаю, я погибший грешник, и за меня с неба сходит Сын Божий умер. У меня все, как будто бы взрыв какой произошел. Все, что я знал, я не хочу знать. Нет, аминь. Я не забираю одного Бога, ничего, кроме Бога. Только Господа Иисуса Христа. Аминь. Любовь сохранить надо. Обычно как, потом семья там затухает, работа. Вот надо все время возрастать в любви. Аминь. Как здоровье там вашей жены? Да слава Богу. Слава Богу. Я молюсь за вас, как за благовестника. Вам сколько лет? 61. Я три раза уже был в Америке, это третий раз. И этот раз я сказал Богу, дай мне силы и здоровья заработать десятину определенную на церковь свою. И Бог мне дал здоровье, я доглядал парализованную бабушку, она, они, баптисты. И она умерла два месяца тому. И остался хозяин, и он меня оставил возле себя. И я для десятину зарабатываю для церкви. Мне лично ничего не надо. Звать-то как вас, скажите? Леонид. Леонид, да? Яковчук. Вот так, Леонид. А вот вы насчет десятину сказали-то. Вот как люди не понимают, что такое десятина-то? Да это в Ветхом Завете. Я говорю, ты почему судишься в Ветхом Завете? Иоанн Глатаус говорит, если тебе кто-то помогал, ты с ним делишься. Ну да. Ну давай рассудим. Я говорю, земля чья? В Ветхом Завете была Божья. А нынче? И нынче. Воздух чей был тогда? Без зачем мы не можем жить-то? Дождь чей, солнце еще. В Ветхом и Новом Завете. Это заповедь не на один день. Взаимоотношение с Богом. Чувство благодарности. Десятина нам не принадлежит. Бог ее предложил, говорит, меня обкрадывайте. Не сказал, просто не отдаете. Мне это положено. Брат Игнатий, ну много. Мне положено было в первый день, когда я Библию в руку положил. В первый день, я только прочитал, я сразу понял. И у меня как озарение какое-то. Я не согласен с этим. Я буду платить больше. И вот 55 лет у меня 9 десятин уходит, по милости Божией. Брат Игнатий, многие проповедники проповедуют, что в Новом Завете нету десятину. И они ссылаются на это, и не платят. И есть церкви такие, которые, ящичок стоит, вот желаешь пожелание бросить, никакой десяти никто не дает. Ян Златоус говорит просто так. Ты Бога, прими, говорит, в себе в соратнике. Аминь. И понимаешь, что твое. А раз нам принадлежит процент один, а остальное все больше. Да нам ничего не принадлежит. А он только десятину просит. И зачем, он говорит, меня обкрадывать? Она не вам не принадлежала. Ты заработал 90, он предложил сотню. И говорит, иди отдай. Там десятку к сотне. Аминь. И говорит, обильно благоставлю. Проверьте меня хотя бы в этом. Испытайте меня. Почему люди сегодня бедствуют? На днях рассуждали. Бедей меня никого нету. У меня минимальная пенсия. 120 долларов на американские деньги. 120. Это я должен прожить. А мне даже нужды никакой нет. А кто самый богатый? Я самый бедный, самый богатый. Только начну что-то делать. Откуда люди? В прошлом году надо было покупать. Ну, детский-то лагерь как закрыли мы. 45 лет он просуществовал. Сейчас дома надо было приобрести. Деньги Бог дал. Только сказал покупать эти кухонные комбайны. Это сразу из Испании ответ. Мы высылаем деньги. Мы все засняли, отправили. В холодильнике покупать. И немедленно из Италии ответ пришел. Из Италии. Понимаете, как? Сразу же высыли деньги. Тут же я купил. И засняли, им послали. Вот до рубля куда пошло. Братцы, знаете, еще такой вопрос. Причастие, например, пятидесятнику чашу и хлеб ломают. У православных совсем другое. Христос сказал, от Каринтян, там в 11 главе написано, делайте так, как я вам встал с вечерей, взял хлеб, преломил, поблагодарил чашу. Почему православие совсем по-другому? Где они взяли не то, что не так, как написано в Евангелии? Тут надо посмотреть. Христос, когда совершал вечерю, были свои ученики 11. Проходило время, и когда князь Константин, император Константин, сделал церковь государственной религии, в нее хлынули такие толпы, ну, ради получения должности, там, все такое-то. И крещение стали принимать не по вере, а просто, ну, я хочу принять, и принял. И дальше живет по-мирски. И стали люди некоторые волхвованием заниматься, и в руку, когда брали хлеб давали, тело Христово-то, стали волхвовать над этим. И Анна Таус вел тогда так, в руку не давать. А во времена его еще давали. И люди приходили с золотыми сосудами, чтобы положили туда. А он в проповеди говорит, рука почтеннее золотого сосуда, бери прямо в руку и причащайся. И поэтому вот так сделали. Аминь. Чтобы не попало в руки колдунов, людей, которые негодны. А сейчас это в алтаре. А в алтаре священники так и причащаются. Отдельно хлеб, отдельно вино. Аминь. Брат Инати, то, что вы сделали по Тираевку своим братам, это глыба на все века, сколько мы будем жить. И пусть поколение это узнает. И каятся православные, и сектанты, и дети. Вы понимаете, что вы глыба. Вас Бог посадил. И счастливы те люди, которые видят это все, которые знают, которые видят по Тирайку, когда в церкву уйдут. Я вижу на эти люди, это ангелы для меня. Женщины, одетые, братья, я поражен. Вы в моей жизни в 60 лет произвели фурор. Я всем показываю своим родственникам православный форум Инатия Лапкина. Поменяйте свою жизнь. Аминь. Я вам сейчас, как кончим говорить, я все ресурсы скину, чтобы легко было находить. У нас большой сайт, кроме форума, сайт. Ага, пожалуйста. Да, там 50 книг, примерно, моим голосом начитано, аудио. Можно скачать и ехать дорогой слушать. Библия, Златовуз, Жития Святых, Блаженный Абгустин, все там есть. Это еще президентской власти у меня были сделаны. Ну и наш видеоканал. 8600 роликов. Это большой материал. Там все есть абсолютно. Я много беседовал. Вот 55 лет я с сектантами тружусь. Миссионерская работа. Вы знаете, мы проехали от Владивостока до Лиссабона-то? Я видел это. Видели, мы проехали полностью все это. Дальше Скандинавию, Прибалтику. Проехали Турцию с той стороны Черного моря с мусульманами. Там у мусульмана в доме Мулы мы ночуем. Видели этот ролик, нет? Видел, да. Видели, да. Как Господь делает. Это нельзя сделать человеку. Вот сегодня обаусь в церкви, там патриарх Кирилл говорит, миссионерские отделы. Я говорю, вы не понимаете ничего. Миссионерские отделы нельзя создать. Ты можешь благовестнические, проповеднические, певческие, благотворительные. Миссионерские не создаются. Их создает только Дух Святой. Аминь. И то только подвое. А ученики 12 подвое. 70 человек послал подвое. Кирилл и Мефодий, русские просветители, из Греции пришли двое. Они не понимают это. Когда человеку Бог открывает, он открывает сердце человека. И вот я разговариваю, как прошел по тюрьмам. Ну, я разговаривал, кто много лет сидел, священники, там, Зоя Крахманник, Александр Огородников. Ни у кого подобного не было. Бог открыл сердца. Следователь обратился, покаялся. Начальник тюрьмы принял Господа Христа. Я вот ночью молюсь просто, не оборачиваюсь. А утром стою, а мне говорят, вчера, говорит, 7 человек, заключенных становились сзади, молились. Можем мы тоже с вами будем молиться. Я днем на 5-6 разбил день, по 1,5 часа молитвы были. А потом вечером с 8 до 10 проповедь идет. Бог так ведет, это нельзя высказать. Это может понять только тот, кто молится крепко Господу. Аминь. Вот говорят, что самое главное, я говорю, два вопроса решить надо. Ну, первое, это отверечься себе, возьми крест, следуй за мной, но в этом заключается, родись свыше и будь Вадим Духом Божиим. Кто Духа Христова не имеет, тот не Его. Аминь. В Библии 8-9. Окей, брат, будем прощаться. Хай Бог благословит вас. Я сейчас скину там внизу у вас, вы посмотрите тогда. Да, молитесь за меня, я за вас тоже буду молиться. Хорошо. За Потираевку, за братьев и сестер, за Володю, за Никиту, за Виктора Савченко. Да. Я в них влюблен. Спаси Христос, с Богом. С Богом спаси Христос, аминь. Сейчас я скину с его сразу.